МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Держа-Аутоинспекция Гомельской области звертается до водителям и пешеходов быть больше уважливыми на дорогах. Лепшие классные керовники Гомеля обменялись думками на контвыхование с ужасной молоди. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Колядные цуды для самых маленьких. Учера больше как две сотни хлопчиков у девчонок запросили на елку, которая прошла на территорию Храма Прображения Господнего. Что год тут ладят статарализованные представления в День колядов. У храма кажется, что за день тут побывало некольки тысяч человек. Это соправданное место протягнения для верников. Тут и они веншуют один одного. Утрость радуются колядам. Вчера были на всеношной первый раз с маленькой дочкой. Ей еще трех лет нет. Им очень понравилось. Первый раз, но тем не менее. Вы стояли? Да. Спасибо большое. Первый снег выпал, поэтому к празднику дети и снег увидели, и празднику порадовались. Рождество – это светлый праздник, добрый. Это день, когда ты начинаешь и хочешь верить в волшебство. И в доброту людей. В доброту людей, когда у тебя появляется надежда на что-то светлое, на что-то доброе. Хочется делать добро. В храм ходите часто? Я хожу, да, но не очень. Не очень часто. Ну, два раза в месяц бывает. С бабушкой в основном. А чего в этот день хочется пожелать людям? И себе, может быть, тоже. Счастья, здоровья. Да, счастья, здоровья, благополучия. А оценок? Хороших оценок. Очень хороших. Зачем ты сюда сегодня пришла? Чтобы сказку посмотреть. Скажите, пожалуйста, вы сегодня пришли сюда только на праздник, или вы часто сюда приходите? Мы приходим сюда, мы часто в этой церкви бываем. Мы здесь и крестили детей. А что для вас значит праздник Рождества? Ну, это рождение Христа. Во что хочется верить? Чего хочется пожелать? Вообще хочется верить во все хорошее. Как бы так, чтобы, во-первых, не было ни ковида, чтобы наконец-то уже маски поснимать. Чтобы когда 20-й год так очень сильно дался. Да вообще здоровья. Главное здоровья и счастья мира. Так само у всех присутных повиншовал архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан. И он закликал людей жить с миром у сердца, повагой и любовью до тех, кто побашь. Пожадал здоровья и счастливого життя усим людям. Мы все сегодня приходим в земную обитель Христа, в храм, где поклоняемся перед его иконы Рождества Христова, где мы все вновь и вновь в той Вифлеемской пещере и с Божьей Матерью, с Иосифом, с Волфами, кланяемся Христу и славословим Его. Слава Вышних Богу на земле мир, в человеческих благоволениях. Всем вам хочу пожелать мира, добра, здоровья, здоровья, здоровья и радости о родившемся Богомладенце Христе. Храни вас всех, Господь! А затем свято протягнулась околядная каска по шупаковым загаде, которую подрихтовала молодежная группа храма «Фаворовцы». И не глядяши на то, что ее сюжет был различен на маленьких глядошоу, аллея гос за довольнением глядели у северники. Доброшенный марафон протягивается. Гомельское областное отделение Белорусского детячего фонда провело акцию «Наши сердцы детям». Мероприемство прошло в рамках агульно-республиканской акции «Наши дети». У Гомельским держанным театры «Лялик» прошли встречи с хлопчиками и девчонками, которые выховываются в домах семейного типа. Больше 200 детей и подлетков с Гомеля и всей области отримали солодкие подарунки, приняли удел в театрализованной забавляльной программе и просто добро бавили час. Особливая роль в ожитивлении свято належит партнерам областного отделения детячего фонда. Акционерное общество «Спартак» и акционерное общество «Сахарторт» – это две большие организации, которые дали возможность нам, всем деткам, подарить сладкие подарки. Поэтому огромное спасибо всем неравнодушным людям, нашим деткам с трудной судьбой. И хочется хоть как-то их порадовать. Новогодние святы протягиваются. Каля 400 хлопчиков у девчонок с Гомельской области наведали театр «Лялек», как принять уделу раннешнику и отримать подарунки от Белорусского товариства «Червоного крыжа» и его партнеров. На мероприемстве побывала Ганна Корольчук. На доброчинном раннешнику у театра «Лялек» собрались все юные же хоры Гомельского, Будокошелевского, Добрышского, Ветковского и Речицкого районов, а так само областного центра. Среди их дети с обмежеванными махчимостями, сироты, хлопчики и девчонки сошмодетных семьев, а так само те, кто трапил непростую житевую ситуацию. Гостей свято очекало интерактивное подорожье. И оно началось у везцы Простоквашина, где их сустракали Матроскин, Шарак и дядька Федор. С допомогой чаровного глобуса дети отправились на пошуки Деда Мороза и Снягурки. Подчас представления они сустрелили шмат любимых персонажей из мультфильмов и казок, с якими весело гуляли, танцевали вокруг елки и загадывали жадания. Я мечтаю, чтобы у всех было чудесное настроение. И я живу в Романовиче. И меня зовут Сава. Вот это с кем-мороза я попросила мыску. Она не сгибая, а пью с собой. А что ты хочешь, чтобы это уходить, чтобы случилось? Что, о чем ты мечтаешь? Мечтаю, чтобы я выросла и все было хорошо. Зовут меня Лиза, фамилия Ярош. Приехали мы обе с Будокошелева. Ну, не думаю, что я хотела что-то на Новый год. Наверное, сдать экзамены. Я 9 класс оканчиваю. Меня зовут Маша. Я тоже. Я с Будокошелева приехала. Что хотела на Новый год? Что в этом году о чем мечтали? Что-нибудь, какую-нибудь игрушку. А то уже давно нет игрушек. Протягнулся ранечник спектаклем «Доктор Айболит» и урочением подарунков. До речи селита Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» разом со спонсорами подрыхтовала для детей коля трех тысяч новогодних подарунков. Просмакал, цацик, одзение, обудку. Час козыг была набита адресно. Специально по ожидании детяти. Дети писали пожелания Деду Морозу. И мы всеми силами, весь Белорусский Красный Крест исполнял эти желания. И те желания, которые было сложно у нас в области исполнить, они исполнялись на уровне нашей столицы. И интересно, что мы уже одну машину подарков привезли. Каждый регион уже отправляем постепенно подарки. Подарки различного характера. И игрушки, и одежда, и обувь. И, вы знаете, такие интересные были пожелания. Дети просили у Деда Мороза исполнить желание, чтобы его родители скорее выздоровели. Чтобы в семье был там порядок. Доброчинный ранечник червоного крыжа стал участкой республиканской новогодней акции «Наши дети». Волонтеры подякнули всем спонсорам, как в регионе, так и в Украине, за эту помощь в набыти подарунков. А театр «Лялик» за подаранную хлопчикам и девочинкам казку. В связи с погаршением на двор, ядя шаутоинспекция Гомельской области звертается до водителя и пешеходов быть больше уважливыми на дорогах. Несприяльная обстановка может привести до значных проблем, включающих гололедицу на тротуарах и проездной часы. Наши корреспонденты оценили ситуацию. По коль наибольшь несприяльная дорожная ситуация на Гомельшине отзнашалась 11-го снежной минулого года, когда населенные пункты в области первотворились у суцельный каток. Зараз такого еще не сдарилось, а лишь дорога уже склизкая. Когда у отповедности с прогнозами синоптиков в ближайший час будут отзнашаться достатковые значные ночные заморозки, проблемы могут возникнуть снова. Но на вот и сегодня на дороге необходимо быть особо уважливыми. В выходные дни на территории области ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица, туман и налипание мокрого снега. В связи с этим областная госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия, при движении выбирать безопасную скорость, дистанцию и интервал, отказаться от резких торможений и быть предельно внимательными и осторожными на мостах, путепроводах, а также на закруглении автодорог. Не глядяши на выходные дни, у гомели протягивается сдача вожжения наученцами аутошкол. Про некольки дзен, яны могут отрымать водительские посвящения и уже самостоянно выедут на дорогу. Не глядяши на поспеховую сдачу экзаменов, практичного в опыту поездок в складанных метаумовах у них практически нема. И еще большезначные проблемы могут возникнуть у выпускников летнего периода. В любом разе специалисты рают им, а так само водителям с невеликим стажем вожжения не корыстаться властными транспортными сродками. Этому нужно обучать, рассказывать, подготавливать морально, психологически, плюс практически, конечно, показывать где-то в каком-то месте менее оживленном, скажем так. Ну и, конечно же, работать над тем, чтобы люди не боялись. Потому что случаются ситуации, когда люди водят машину, сдают летом, все очень хорошо, первая скользкая дорога, какая-то неадекватная ситуация, занос, и человек сгорает уже. Просто у него появляется боязнь. Уважливыми в этих умовах необходимо быть и пешеходом. И не только на тротуарах, на особенных ушастках, яких может быть достаточно склизко. Наверное, на регулируемых переходах лепш с подшатку выполнится в госпеции. Урештый, наверное, при невеликой худкости в неспрояльных умовах автомобиль сразу не спынется. И еще одна обоязковая парада. У темный час суток корыстаться фликерами, наверное, в буйных городах. Переходите проезжую часть только в установленных для этого местах. Предварительно убедившись, что водители вас заметили, остановили свои транспортные средства и вас пропускают. Не переходите, не выбегайте вблизи автотранспорта, так как в таких зимних условиях водитель не сможет мгновенно остановить автомобиль. В темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости, уважаемые пешеходы, обозначайте себя световозвращающими элементами. Алексей Цюров, Сергей Краснобород, Андрей Иванов, телерадео компания «Гомель». С початку студии неадмененый дорожный сбор. Замес его уведенный транспортный податок. Его помер меньше, чем держпошлина. Это дозволяет отвязать оплату дорожного сбора от прохождения тахогляду. Таким чином, будет выраженное пытание притягнение до финансования расходов державы на развитие дорожной инфраструктуры автовладальников, которые ухилялись от оплаты держпошлины. Марина Северьянова с подробностями. Александр Коваль на диагностичную станцию первого автопарка приехал с самой ранницы. Кажется, не ожидал, что будет такая черга, ожидающих прости тахогляд. Жите, пожалуйста, долго ли вы ждали свою очередь? Да, конечно, с 9 утра ожидал. Вот, только заехал. Это была живая очередь? Или вы записывались? Нет, это живая очередь. А вы уже были на каких-то других станциях техобслужения? Я каждый год здесь прохожу, поэтому мне здесь нравится, но в этом году все сложно. Вы сегодня уже будете спокойны? Наверное. Ешедин Александр каже, что на диагностичную станцию приехал не за ажиотажом, а потому, что просто так привык. За рулем с выше 20-х годов и без пеки на дорозе, и каутым лику залежит и от стану автомобиля, завсюды на первом месте. Сколько ждете в очереди? Ну, часа 2-3 где-то так. Какой вы были по счету? А я даже не считал так сколько по времени. Почему решили одним из первых пройти техосмотр в этом году? Ну, потому что всегда прохожу как положено техосмотр, и решил, вот срок заканчивался, решил пройти. То есть это не потому, что ажиотаж, а потому, что вы просто так привыкли заканчивать и сразу проходить? Да, чтобы проблем не было нигде ни на дороге, ни с ГАИ, ну, чтобы не нарушать ничего правила. На диагностику автомобиля отводится до 18-ти хвилин. За этот час треба проверить больше 30 позиций. И когда еще в Снежной сюда приезжали около 30-40 машин в день, то в горячей студенческие дни утрая больше. Так, вчера от их огляд прошли больше 120 автовладельников. Сегодня в середине прационного дня свыше 80 транспортных сродков. Сначала вашей сегодняшней смены какая машина уже у вас? По счету сказать не могу, потому, что, ну, где-то на двоих около 70 машин уже проверили. То есть... непривычно много? Ну, да. То работали не спеша, а сейчас нагрузка немножко увеличилась, но мы думаем вступаемся с этой задачей. На диагностичной станции каже, что на тех огляд стало приезжать шмот автовладельников, которые годами его не проходили. На питание чему тлумачить, что машина была несправная. Але одразу видно, что причина не в этом. Ну, у нас такие есть, вот люди приезжают 16-го года даже они проходили, задаем вопрос, почему вот, где вы были эти годы? Он говорит, что у меня машина была сломана, а машина там, смотришь на нее, где-то как с салона она, можно сказать. Ну, то есть отвязали дорожный сбор, люди поехали. Сколько составляет сейчас прохождение техосмотра? Ну, вот как эта машина легковая, она работает двигатель бензиновый, значит, 23 рубля 70 копеек. И плюс допуск? Допуск 8,70. То есть теперь это стало вполне бюджетным, можно всем пройти техосмотр наконец? Конечно, я так думаю, что да. До речи, как не займать шаргу удовгим ланцугу машин, записаться на техогляд можно онлайн. Очень хочу пройти техосмотр и не хочу стоять в большую очередь. Я знаю, что есть онлайн-записи. Расскажите, пожалуйста, пошагово, я думаю, что это интересно не только мне, но и нашим телезрителям. Как это сделать? Нужно сделать, вести в интернете автобусный парк номер один филиалу Гомелобултатранс. Заходим на официальный сайт. У нас имеется диагностическая станция номер 37. Выбираем. Выбираем онлайн-запись. Выбираем день, который вы хотите. Выбираем время, на которое... Ближайшее. Я нашла. 12 января 10.30. Выбираем. Записываемся. Далее. Вводим свои данные. Номер телефона и сохраняем. И когда мы приходим сюда, то мы должны где-то показать, что мы записаны. Будет вывещена бумажка с вашим номером автомобиля и вашим мобильным телефоном. При заезде на станцию вас примут без очереди в ваше время. 5-10 минут разбежки. Але автовладальникам варто не забыть не только про проходжение техогляду. Свочасово треба оплатить и транспортный податок. Его ставки в паровнении с померами держпошлины значно ниже. Те, кто в 2020-м оплатил держпошлину, не будут платить транспортный податок до закончения термина яедения. 2021 год является переходным годом. То есть в этом году уплата будет произведиться на основании извещения налогового органа и она составит для всех транспортных средств одинаково одна базовая величина. В последующем в 2022 году налоговыми органами будет производена пересчет в зависимости от времени пользования транспортных средств от категории транспортного средства. Будет зачтена та одна базовая величина, которая была уплачена в 2021 году в качестве авансового платежа и налоговыми органами будет опять-таки направлено каждому владельцу извещение налогового органа по которому ему надо будет уплатить с конкретной суммой и сроком уплаты. Срок уплаты в 2021 году не позднее 15 декабря одна базовая величина а по 2022 году это уже не позднее 15 ноября. Контроливать оплату транспортных податков будет податковая инспекция поэтому ухилиться от его оплаты на урации отримается. Принесив Рьянова Валерий Гопанько от элера до компании Гомель. До других тем. И еще один меньшанин попросил выборчения у милиционера с Гомеля. Мужина покинул образливое поведомление под фото супрационника патрульно-постовой службы, которое опубликовали на одном с телеграм-каналов. Оперативники Худка нашли анонимного комментатора. им оказался 27-годовый жахар столицы. Правоохудцы дают правовую оценку с Дарэнью. Наткнулся в интернете в телеграм-канал или в карателе Беларуси на запись о девушке. Как казалось в последствии сотрудницы милиции. Оставил в коробительный комментарий, о чем очень глубоко сожалею. Приношу свои обучайшие извинения. Придеть такое больше не повторится. Захопленность молодых и мудрость вопытных. В 27-й Гомельской школе больше вядомой как школа миру отбылось неизвычайное мероприемство. Тут собрались лепшие классные керавники города, чтобы обменяться думками на конт выхования нового поколения. Сустречу под названием «Классный керавник лепший миротворец» организовало областное отделение Белорусского фонда миру разом с управлением эдукации Гомельского Гарба Конкама. Перед выходом в актовую залу выстава с калейдоскопом самых ярких моментов школьного життя. Побыч с кожным стендом классный керавник. Усяго 16 педагогов. Яны одни из самых лепших у Гомеля. Есть, например, те, кто за плечами. Дети мне дают силу, радость, радость общения, радость жизни. Сирот запрошенных классные керавники, які только починают свою педагогичную деяность. И им уже так само есть, чем поделиться с коллегами. Знаете, когда я шла на линейку 1 сентября в прошлом году, мне давали классное руководство 10 класса. Есть такое выражение «поджилки тряслись». Они боялись меня, а я боялась их после шестилетнего декретного. Но спасибо моему классу, потому что когда у тебя хорошие дети, получается все в работе. Поэтому тяжелые, активные, веселые, но с грустью думаешь о том, что уже через полгода придется расстаться со своим 11 классом. Будете набирать пятый? Да. А у зале подшатку акции чакают еще 35 классных керауников из всех районов Гомеля. Выклики часу, политичная ситуация, все это потребует от педагогов додатковых ведов и навыков, а от классных керауников тем больше. Им что дня треба быть не только выкладчиками, а и психологами, философами и просто сябрами для своих ученев. Классные руководители, кроме того, что он преподает свой предмет, он больше занимается именно таким воспитанием. И вот сегодня мы хотим особенно обратить внимание, как классный руководитель работает со своими учениками в плане воспитания и гражданско-патриотического и нравственного, и духовного, и особенно трудового. Видя работы победителей, общаясь с ними, на ум приходят буквально несколько слов. Патриотизм, преданность, бесконечная любовь к детям и к своему делу. И это настоящие классные руководители. И сегодня с удовольствием будем честовать этих самых замечательных людей Горьмской области. На сустрече кажут, что основным человеческим каштовностям их развитие в молодости особливая увага. Это працавитость, увага до старейших, патриотизм, моральность. Марина Северянова, Миколай Скенсиян, Валера Гапанько, телерадо и компания Гомель. Это и другие новинные информации о проектах телерадо и компания Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире.